И на самом деле постоянно обсуждаем одну и ту же тему, связанную с частичностью и цельностью человека. Любопытно, что эта тема как раз одна из фундаментальных тем, не только нашего времени, а, я думаю, истории вообще. Потому что одна из главных проблем философии и одна из главных проблем религии состоит в том, чтобы понять, в чем состоит сущность человека. И вот выясняется на самом деле, по крайней мере, как нас учит экзистенциализм, что вроде как человек не имеет никакой заранее определенной сущности. Ну, иногда можно было бы, конечно, об этом сказать, что сущностью человека является возможность быть. Значит, что сущностью человека является некое бытие свободы, которую он обладает. То есть человек – это как бы такое бытие, которое может кем-нибудь стать. В экзистенциализме об этом говорится так, что, допустим, неживые вещи у них, по крайней мере, те, которые мы производим, вещи, которые нас окружают, с которыми мы прежде всего соприкасаемся, у них сущность предшествует их существованию. То есть сначала есть некий план того, что такое стол или стул, а потом, согласно этому плану, согласно этой идее, и производится, собственно, стул или стол. И вот человек – это единственная такая сущность, у которого существование предшествует сущность. То есть сначала человек рождается, но он не рождается сразу тем полноцельным, цельным человеком, тем, что мы называем личностью. Он рождается как бы некой возможностью стать человеком. И если эта возможность, ведь не всегда же эта возможность осуществляется. Например, если человек рождается в зверином стаде, то он так и не становится человеком, так и остается маленькой зверёнышем. Но характер у него всё-таки есть уже. Ну характер, конечно, есть, потому что нечто биологическое у него человека присутствует. Но то, что мы, собственно, называем человеком, оно возникает только в социальном окружении. Оно как бы прививается нам воспитанием. То есть мы как бы становимся личностями. Дело в том, что мы называем человеком ведь не просто биологическое существо. Мы называем человеком некую личность, которая имеет некие социальные корни своего происхождения. Было бы просто, конечно, любого... Но не только социальные, конечно. Не только социальные, конечно. Да и, конечно же, для этого необходимо, чтобы существовали и биологические возможности. Но тем не менее. Просто иначе бы получилось так, что любой на нас похожий объект, любой на нас похожий существо мы могли бы назвать человеком только потому, что он на нас похож. В самом деле, конечно же, сущность человека существенно коренится социально. И вот когда мы обсуждаем вопрос о частичности и целостности человека, вот мы имеем в виду вот это высокое понимание сущности того, что представляет собой человек. Так еще социальные социальному рознь. Какой-нибудь там дикарь из племени Тумба-Юмба, он тоже в социальном вырос, но у него есть непреодолимые, просто до взрослого уже непреодолимые вещи, но никогда не сможет стать цивилизованным человеком. Не преодолеть его. Здесь, смотри... Никогда не подняться до понимания, допустим, христианства. Ну, не может это проверить просто. Не, подожди, мы... Понять там марксизм, понять там... Ну, многие вещи, которые наработаны в цивилизации. Какую-то философию Гигеля может... Это несущественно сейчас. На самом деле несущественно, обладает ли он большими знаниями или нет. Существенно то, что является ли он человеком, в смысле существа того, что такое человек, как некое социальное существо, укорененное в социальном. Как нечто рождённое и превышающее уровень биологического. Вот есть человек, как некое биологическое существо. Это один уровень. Некий уровень органической жизни. На этом уровне мы точно так же солидаризируемся со всеми животными. А вот есть, как мы... Это же стандартный разговор, да? А есть уровень человеческого, который превышает уровень животных. И вообще говоря, если посмотреть на религию, если посмотреть на человеческую культуру, то человек долгое время стремился во всём своём поведении, во всём своём облике отличаться от животных. Не походить, а отличаться. И если посмотреть на себя, даже ругательство такое есть. То есть, когда мы говорим, хотим сказать о человеке нечто негативное, мы говорим, что он как зверь, что он животное и прочее. То есть, что он скатился на некий более низкий уровень. То есть, когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду именно то, что выросло и поднялось на некий более высокий уровень по сравнению просто с уровнем биологического существа, по сравнению с уровнем животного существа. И вот это понимание человека, которое... Ну, раз он поднялся выше уровня, куда он поднялся? Он поднялся на уровень социального. Так вот это вот... Причём социального не в обобщенном смысле, потому что в каком-то смысле и животные социальные, они живут стадами, живут группами, муравейниками и прочее. Не в этом смысле социальном, а в том социальном, который отличает именно человеческую среду. Но пока вот все эти определения, они неуловимые, потому что мы должны с этим как-то поработать. Здесь, собственно, и лежит в ближайшем будущем наша задача. Выяснить существо человека. Фактически, как я понял, и вот что я предлагаю обсуждать, это пытаться обсудить, что такое человек в своём существе. Причём как бы не просто рассматривать человека в отдельности, в его изолированности, а именно в его конкретном социальном окружении. То есть, в неком конкретном контексте. То есть, брать человека, как он конкретно существует. А существует он только в обществе. Конечно же, социальный человек, то есть, человек, который воспитан в обществе, он может потом отдельно изолироваться, да, и жить как-то там в одиночестве, там, как Рейбинзон Крузо на каком-нибудь острове. Да, но вообще считается, что Рейбинзон Крузо – это либо исключение, либо вообще мифология. И если там ещё у отдельных святых это получается, то основная масса, от кого находили моряки, как бы людей, попавших на необитаемые острова, они просто ничали и превращались в живых. Буквально утрачивали дар речи. Дело в том, что Рейбинзон Крузо на самом деле не просто видит литературное произведение, а это некоторые целые... Если вдуматься и посмотреть, что представляет собой произведение, это некоторый трактат, который знаменует собой определённое понимание сущности человека, что человек, как бы независим от общества, что если он попадает на необитаемый остров, он может в силу своей цельности полностью восстановить всё вокруг себя. То есть восстановить как бы все... Ты, наверное, читал Рейбинзон Крузо в советской редакции? Да. А есть редакция подлинная, как бы не советская. В советской просто была вырезана вся христианская... То есть он с Богом был? Да. Собственно, Рейбинзон Крузо в подлиннике... Суть там в том, что он остался человеком только благодаря тому, что у него была Библия, что он верил в Бога. Вот в этом... Только благодаря этому диалогу с Богом. Понимаешь, что все равно это было общество. Это был я и Бог. Ну нет, это нельзя... Вполне нельзя назвать обществом, на самом деле. Потому что... Ну какой-никакой, двое, все-таки то... А знаешь, есть такой фильм интересный, там... Ну это последних времен фильм тоже. Человек работает в DHL, по-моему, да? Он попадает... Ну самолет терпит крушение, он один остается живым. И тоже точно так же, как Рейбинзон Крузо, живет долгое время на острове. И вот у него друг был не Бог. И там вообще тема Бога не поднимается. Да, у него там... А друг был у него мячик. Мячик, да. Который он разукрасил, типа, вот этого его был друг. То есть в каком-то отношении, конечно же, даже оставаясь наедине, человек на самом деле всегда одиночествует вдвоем. Да, как об этом Ницше любит говорить. То есть мы на самом деле изначально социальные, нам изначально нужен другой. В нашей структуре, в нашей личности присутствует такая, если говорить философски, такая структура, как другой. Независимо от того, существует ли этот другой фактически, да, вот конкретно, или не существует. Даже если никого нет, и я нахожусь в какой-нибудь пещере там, да, то я тем не менее все равно постоянно разговариваю сам с собой. Можно этот разговор человека с самим собой разорвать, да, и поместить на другую сторону Бога, там, не знаю, там, предков, там, не знаю, вымышленного друга. Да, там, или просто альтер-эго какой-нибудь, да, то есть сам с собой разговаривать. То есть на самом деле, как бы, даже в таком простом опыте, который всем наступен, мы понимаем, что вот мы социальны, вот существенно социальны. Даже оставаясь наедине, мы никогда не одиночествуем в одиночестве, мы всегда одиночествуем вдвоем, да, то есть я с самим собой. Вот такой коламбур. Так вот, я просто к чему хотел адресоваться? Я хотел просто начать эту тему, да, что такое сущность человека. Если мы считаем все-таки, что вот никакой такой отдельно оторванной индивидуальной сущности человека нет, да, что человек на самом деле все-таки существо нецельное, да, что существо открытое, скажем так, разорванное, да, там, требующее, существенно требующее иное, да, там, другого человека, Бога, опять же, да, все-таки если человеку требуется Бог, он опять же является нецельным. Он является существом, как бы, вот, частичным. Если мы понимаем, что человек вот такое частичное существо, то мы и должны, как бы, попытаться все-таки вот это оправдать, да, пытаться вот понять и сущность человека, как вот такое существо. Быть может, из этого будут понятны и многие вот исторические проблемы, так как развивается общество наше. Ну, вот, например, для того, чтобы как-то вот в эту проблему окунуться, вот можно вспомнить вот древние мистерии, Дионисийские. Они состояли в том, что, ну, сами мистерии, как бы, суть их состояла в том, что вот люди собирались на определенного рода празднества, и вот в неком роде экстатическом шествии, да, вот в некотором роде вакханическом экстазе, они объединялись, и объединение вот этого шествующего, шествующая толпа вот этих вакхантов, да, представляла собой Бога. Этому, почему это так возможно, да, почему толпа вдруг становится Богом, этому есть объяснение в мифе, да, вот в свое время титаны разорвали Бога Диониса. Так вот, чем отличаются эллипсинские мистерии? Они, смысл их состоит в том, что вот в определенного рода шествии, да, в определенного рода совместном неком действии, да, в экстатическом, вакханическом, как бы, эргоистическом, если-то вот там много слов там приводится, да, в вдохновении, толпа достигает такого уровня объединенности, да, что об этом говорят как о том, что толпа становится как бы единым организмом, да, вот как вот мы... Только это биологическое объединение, понимаешь? Ну, это не важно, биологическое объединение или нет, важно то, что это понимается и религиозным, в смысле, в том плане, что, как бы, вот эта толпа представляет собой возрождение бога Диониса. А этому объяснению есть, как бы, простой миф, да, состоящий в том, что титаны в свое время Диониса разорвали на кусочки, и из кусочков Диониса, как бы, вот возникло человечество. То есть, в каждом человеке есть вот эта вот частица бога, частица Диониса. И когда люди объединяются в некое единство, да, вот в виде толпы, то вот эта толпа, как бы, тем самым, как бы, объединяются кусочки разорванного Диониса, да, и Дионис, как бы, возрождается. Здесь очень важно, в чем самый главный элемент. Элемент состоит в том, что, получается, что каждый отдельный человек, в котором присутствует частица бога, он, как бы, представляет собой нечто частичное, да. То есть, цельным является, да, и полноценным является сам Дионис, он же бог, да, он нечто совершенное, полноценное, цельное. И только вот в этом экстатическом вдохновении, вот в этом экстазии, да, когда ты отказываешься от своей индивидуальности, ты отказываешься от своей частичности ради вот некой целостности, да, вот целостность состоящая в том, что ты объединяешься с другими людьми, да, вот. Только вот в этом ты проявляешь свою целостность, то есть, проявляешь ее тем самым, что ты становишься, как бы, частицей бога, как это, возрожден, нового возрожденного бога. На самом деле, если вдуматься, это не только вот древнегреческое представление о том, что такое человек. Вот, когда мы сейчас говорим о том, что каждый человек несет в себе частицу божию, то ведь мы как это представляем себе? То есть, мы представляем, что просто в нас, ну, есть, как бы, вот, некоторый способ, есть нечто, да, какой-то, некоторый доступ к богу. То есть, мы же не в буквальном смысле говорим, что в нас есть бог, да, а как бы просто каждый человек имеет некий внутренний способ общения с богом, да, вот непосредственный внутренний такой способ. Слушай, был вопрос такой, а вот в этих диаметических, эти портии, там... Мистерия, мистерия, да, там же происходило, наверное, скорее, обезличивание человека. Да, это важно очень, да. Наверное, все-таки, вот, можно было бы такое дать, аттеистическое объяснение, что, как бы, все-таки, это какой-то возврат к тем, к тому древнему организму, которым было, там, первобытная орда, первобытная община, и вот этот механизм запускался, но все-таки на каком-то уже не том уровне, и, как бы, люди снова становились единым таким, единой общностью, единым организмом, и они чувствовали, что они вот одно. Ну, сейчас я просто, как бы, хочу к этой теме перейти, я же, как бы, на самом деле, потихонечку навожу на некоторую роду мысль, да, вот путем каких-то примеров. Точно так же мы говорим, что в христианстве, да, что христиане не просто объединены в общину, а что здесь существует вот некоторого рода метафора, и даже трудно сказать, может быть, это и не метафора, а может быть, это и буквальное понимание, да. Ведь христиане едят Бога в причащении, то есть, как бы, в буквальном смысле едят Бога, да. Ну, конечно же, понятно, что тут тоже и символизм присутствует, но тем не менее, ведь в этом происходит некоторого рода таинство, да. Богоеевы. Да. Что? Богоеевы христиане. Но надо понимать, что дело же не в том состоит, что вот они такие прожорливые, а смысл состоит в том, что, опять же, что они объединены в единство Бога. То есть, вот, есть Христос, и в общине христианской каждый отдельный член этой общины, он как вот частицы этого Христа единого, да. Что они объединены, вот точно так же, как вот в эволюфсинских мистериях, здесь просто другая мистерия, да. Но она как бы повторена на каком-то другом уровне, да, в других условиях, там, в другом богословии, более сложном и там углублённом, но тем не менее повторена, опять же, та же самая идея, да, что все люди являются некими частичными существами, да. И только целостными они становятся в составе некоторой более совершенной полноты, а именно полноты Иисуса Христа, то есть полноты Бога. Это та же самая идея, на самом деле. А что я хотел бы, как бы, вот этими примерами показать? На самом деле, я хотел сказать, что, возможно, тут вот есть некое изначальное понимание того, что вот наша индивидуальность и вообще говоря, вот наша индивидность, да, вот наша отъединённость – это некоторое… некоторого рода грекопадение, что ли, да, если так можно выразиться. Вот в этом отношении вот можно миф о грекопадении понять следующим образом. Я не буду уже пересказать сам миф, я просто как бы смысл скажу, что вот была некого рода община единства, да, она изначально была. Потом она распалась на индивидности, да, и вот эти индивидности вот почему-то возомнили себя не просто частичными, а возомнили себя целыми. И вот грекопадение – это и есть такое умонастроение, когда нечто частичное, да, что изначально не является собой целостностью, она претендует на то, чтобы быть этой целостностью. То есть вот эта вот наша вот разъединённость, да, на индивидуальности, разъединённость на индивиды, на личности, да, вот и наш, и более того, наша претензия на то, что вот я отдельный, отделённый, как бы вот самодостаточный, полный, цельный – это и есть, собственно, грех. Но грех вот в таком фундаментальном смысле. И что тогда называется тогда возвращением, да, спасением в этом отношении? А спасением называется вот опять осознание того, что ты всё-таки член некоторой более высокого уровня общности, да, член некоторой общины, некой общности, да, и ты должен отказаться от своей индивидности, отказаться от своей индивидуальности ради большей целостности, да, от своей целостности в Боге. То есть, что значит грехопадение? Значит, была целостность. Я к этой целостности принадлежал как член, да, общины, как некому организму. И вот я от этого организма отпал, возомнил себя целостностью, то есть в каком-то смысле возомнил себя такой же целостностью, как вот раньше представляла община, как организм. Но я потом понимаю, благодаря истории, что вот моя объединённость, на самом деле, она неправильна, она как бы ведёт в некоторый роду тупик. И я уже на новом уровне, да, возвращаюсь в эту общину, и тем самым восстанавливаю свою целостность, то есть восстанавливаю свою органичность, да, восстанавливаю, как... восстанавливаю свою истинную природу. Ведь тут ведь, когда говорят о грехопадении, имеют в виду, что и в христианстве, и в православии говорится о том, что наша природа повреждена. Да, вот мы отпали от Бога, да, мы как бы нарушили его заповедь, это как бы внешний разговор, а вот на самом деле мы просто удалились от Бога, мы от него отпали, да, и вот, и возвратиться мы к Богу тоже можем единственным способом, когда мы объединимся с другими, да, и создадим вот этого Христа, да, вот единого, ну, или там, как в элисситных селестинских мистериях, опять же, Бога создадим, неважно, в любом случае, всегда Бог понимается, и Бог присутствует, ведь и Христос тоже говорит, там, где двое или трое соберутся во имя Моё, там и я среди вас, да, то есть Бог всегда присутствует только в общине, Бог всегда присутствует только в неком коллективе. И более того, что это и знаменует собой, да, но только на религиозном языке тот факт, что человек частичное существо, что полнота, что такое вот Бог, если брать его в правильном смысле, это вот то самое полнота и совершенство, да, то есть мы достигаем полноты и совершенства только когда объединяемся с другими людьми в коллектив, в общину, в общество и так далее. В организм некий, да, социальный. То есть, на самом деле, даже история показывает, да, развитие вот самого понимания, что такое религиозное, что такое сущность человека и что такое сущность Бога, потому что сущность человека и сущность Бога, да, вот они как бы взаимосоотносятся, они дополняют друг друга, ну, в смысле понимания, показывают нам, что человек частичен, да, и что полноты он достигает только в некого рода общности, в общности социальной. И здесь важно понимать, на самом деле, что вот это вот бесконечное педалирование, бесконечное углубление индивидуальности, вот если мы посмотрим, ну, вот последний двадцатый век, ну, и девятнадцатый, наверное, это тоже заклюстывает, вот была некоторого рода идея. На самом деле, эта идея родилась еще в эпоху Возрождения, но просто она не сразу получила широкое массовое распространение, да, вот возникает вот некоторого рода идея того, что вот отдельный человек – Бог, да, вот мы… ну, это, конечно, своего рода метафора, да, метафора, состоящая в том, что человек, как микрокосм, подобен макрокосму, да, то есть человек, как бы, вот когда мы говорим «сын Божий», да, то есть тоже подразумеваем, что есть некоторое родоподобие между Богом и человеком, то есть то, что происходит на небе, происходит и на земле, да, то есть микрокосм подобен макрокосму. Вот эти вот все вот слова, которые я произношу, микрокосм подобен макрокосму, что там подобие человека человека и Бога, в этом заложена всякого рода религиозная мудрость. Она касается и герменевтической мудрости, и христианской мудрости, и неоплатонической мудрости. То есть, всякий раз, когда эта новонародившаяся философия индивидуальности себя пытается как-то пропагандировать, она всегда говорит именно об этом. Она берет, изолирует человека и утверждает на самом деле, что на самом деле внешний мир вообще не нужен, потому что все ты найдешь внутри себя. Вот это одна из мудрости герменевтической эзотерической философии, что на самом деле внешний мир даже не нужен, потому что человек, если он подобен макрокосму, то все стихии, вся сущность, вся полнота мира как бы сосредоточена внутри тебя. И поэтому, взращивая такую индивидуальность, то есть, в некотором отношении находясь внутри себя, ты можешь достигнуть любого уровня совершенства. понятное дело, что человек находится на определенном уровне совершенства, он совершенный на своем уровне, существует много уровней совершенства, и человек может переходить из уровня на уровень, увеличивая свое совершенство. Отсюда возникает многообразие уровней, сферот и прочие рассуждения. Но тем не менее, вот эта философия индивидуальности, она везде себя начала проявлять, везде начало пропагандироваться и насаждаться, что ты человек, на самом деле, высшее создание. То есть, что ты человек, Бог. Вот это вот то, что ты человек, Бог – это вот самое главное. То есть, Бог… даже более того, возникает даже такая тенденция, ведь как случилось так, что Бог умер на небе? Это произошло только тем способом, что Бог стал человеком. Что человек стал Богом. Сначала Бог стал человеком, а потом человек стал Богом. То есть, Бог стал не нужен не в том смысле, что Бога не стал, а в том, что человек себя почувствовал Богом, он почувствовал себя, на самом деле, вот этой полнотой совершенства. И такие Боги, если каждый человек – Бог, уже не могут объединиться в общество, так как, на самом деле, согласно древним преданиям, древним мистериям, где на самом деле человек – частичное существо, и он объединяется в нечто целостное. И вот это целостное, именно оно только является полнотой совершенством. Если человек целостен, то ему, он, на самом деле, общается, как мы говорили, он является таким атомом, индивидом. Ему, как бы, другие люди, как бы, почти не нужны. Вообще говоря, вот такая философия индивидуальности, вот она пронизывает весь двадцатый век. такой, что мы видим, что во всём – в литературе, в искусстве, в культуре, везде мы видим, что насаждается, ну, как бы, не то, что насаждается, дело же тут не в пропаганде какой-то, а основной идеей является, что вот ты человек, ты, как бы, можешь всё. И главная проблема как раз и состояла в том, что человек чувствует себе Бога, да, Он чувствует вот это некое всемогущество, да, он чувствует в себе вот это вот внутри некую возможность быть чем угодно. Но на самом деле по факту он не может быть чем угодно, хоть человек обладает абсолютной, как бы, свободой, да, но по факту как бы его возможности ограничены. И вот этот вот конфликт между тем, что вот человек чувствует себя Богом, а по факту он является там дворником там, или там синензатором, колхозником, и так далее, вот этот конфликт, он освещает вся литература пронизанными, философия им пронизана, что как так на самом деле человек-бог должен стирать носки, понимаете? То есть вот такая огромная проблема. И проблема между тем, что не только проблема достоинства, но и проблема еще и конечности, как так, человек-бог, а он должен умереть. Вот это тоже получается, что в этом есть какой-то рода разрыв. И вот этот разрыв, надрыв мы видим в литературе, в искусстве везде. И проблема как раз, те та, которые вот я вижу, да, и которая вот связана с этикой, она и состоит в том, что ведь этику тоже пытались сделать некоторого рода атомистической этикой, где отдельные целостностные индивиды, да, обладающие абсолютной свободой, как вот вступают в некое взаимоотношение, ими договариваются между собой, как бы, а там у них возникает некоторого рода вот договор, общественный договор, там, как бы, который и символизирует то, что представляет собой общество. Общество есть, некоторое целое, в которое объединились более, это, целостность более нижнего уровня, да, там, а именно отдельные индивиды. Так вот, мне кажется, для того, чтобы вернуть разговор о сущности человека, вот некое первоначальное, и, как мне кажется, более правдоподобное измерение, да, вот надо, как бы, отказаться от этой уверенности в том, что вот человек есть такая абсолютная целостность. То есть, и только с признанием того, что вот человек является частичным существом, а в христианстве, на самом деле, несмотря на вот все это движение, да, вот все это движение индивидуальности, вот это вот понимание постоянно остается, да, оно остается в том, что человек греховен. То есть, вот этот мотив того, что человек греховен, опять же, он же состоит не в том, что человек чем-то плохо, а тем, что человек отъединён. Что вот отъединённый индивидуальный человек, он грехой, потому что он не принадлежит обществе. И единственный способ его спастись, единственный способ ему перестать быть грехой, это вернуться в лоно этой целостности. Это называется вернуться к Богу, но на самом деле вернуться в лоно коллектива, вернуться в лоно общины. И именно в общине он должен завершиться, он должен получить свою полноту. Только община может дать ему полноту, и тем самым, как бы, сущность человека проявить в нём. Ведь, смотрите, опять же, вот этот отъединённый человек, он постоянно страдает, он постоянно, либо он мучается скукой, да, ему всё скучно, как вот он один, он замкнут своей внутренней сферы, и на самом деле, у него невозможно вырваться, мы говорили о сфере субъективности, да, он никуда не может вырваться, вот замкнут, как бы, в некого рода внутреннюю тюрьму, да, потому что ведь, опять же, вот эта вот идеология того, что ты человек, микрокосом, всё в тебе есть, тебе не надо, вот внешний мир вообще тебе не нужен, надо самоуглубиться и во внутреннем источнике искать вот этого бесконечного богатства, ведь на самом деле, по факту того, как мы видим проявление этого богатства в культуре, такого не случается. По факту на самом деле человек беден, да, человек на самом деле ничтожен, да. И вот эта бедность и ничтожество, его проявляется в том, что он грешен. Но опять же, вот эта грешность надо понимать как отъединенность. То есть, вот эта изначальная наша, не наглость это называется, а изначальная наша самоуверенность, вот эта своего рода дерзость, что мы дерзнули основывать свое бытие, свою сущность на самих себе. То есть, мы сказали себе, что человеческое сущность, существо человека находится в наших руках. Каждый человек является возможностью, и он может осуществить свою сущность, каждый отдельно. Ему не нужно общество для этого осуществления. То есть, вот ему не нужен Бог. Не нужна некая цельность, которая является себя только в объединении людей. А он сам на себе может и эту сущность осуществить. Вот в этом состоит некоторое родное дерзновение наше. Мы пробросили вызов Богу, сказали, что мы сами Боги. Мы сами теперь можем все делать. Нам как бы не нужен никакой Бог. Но ведь, еще раз говорю, что дело не в том состоит, есть ли там где-то на небесах Бог или нет, а что мы можем получить целостность только в составе общности. То есть, только в составе коллектива. Только там присутствует Бог. Неважно, на самом деле, присутствует, каким образом он присутствует. Может быть, Бога и нет, но есть коллектив. И все равно мы только в нем можем обрести целостность. В этом проблема основная. И вот, как раз вопрос о грехопадении, мне кажется, и был важен. Я хотел показать, что просто если отнестись к этим мифам серьезно, и попытаться философскую некоторое основание обнаружить, то во всех этих мистериях древних, и в крестьянской мистерии, связанные с тем, что в единстве Христа, и в мифах о грехопадении и прочее, мы наблюдаем одно и то же движение, что было некое социальное целое, коллектив, где каждая отдельная личность, она, каждый отдельный человек, лучше говорить, был как клетка в организме, в неком социальном целом. И более того, даже перед Богом этот целое, как организм, как народ, допустим, еврейский, представало не в виде отдельных личностей, а в виде единого коллектива. И даже если пророки, как бы просто они были представителями этого коллектива, собственно, через них Бог общался с единым коллективом, со всем Израилем. То постепенно мы видим, как в результате каких-то движений в обществе, не знаю, связаны ли они с какими-то экономическими ситуациями, что, может быть, раньше коллектив был сплочен. Почему? Потому что внешние условия слишком сильно давили, и выжить можно было только в коллективном бытии. А постепенно, когда все-таки человек научается управлять силами природы, научается добывать излишек, постепенно, возможно, коллектив, как бы, вот он менее цепко держится за вот эту коллективность и позволяет отдельным индивидам развиваться там отдельно. То есть, коллектив, как некое целое, позволяет отдельным индивидам все дальше и дальше от него отойти. Здесь возникает расслоение, в том числе и по собственности расслоения, и по расслоения, связанное с тем, что какие-то возникают касты и прочее. То есть, вот это возникает то, что называется неравенство. И постепенно возникает отдельная, отъединенная семья, которая, как бы, знаменует собой тоже вот это вот отделение. И все. И в принципе, как бы, коллектив постепенно разваливается на отдельные вот индивиды. Да и доходит до состояния, как мы сейчас называем, там атомизированного общества, где существует каждая отдельная личность, она цельность. И эта отдельная личность, она на самом деле соглашается или не соглашается участвовать во всеобщем, как бы, вот, жизни общества. Ведь проблема, на самом деле, если вдуматься, и проблема семьи же отсюда возникает. Если каждый отдельный индивид считает себя целостностью и считает, что, как бы, ему ничего, как бы, не нужно, да, нет ничего, что его дополняет. Допустим, мужчина, как бы, даже с биологической точки зрения дополняется женщиной. Но если он личность, да, если его сущность, как бы, он понимает, что он в сущности целен, то, как бы, женщина тогда ей не нужна. В принципе, вот, христианские религии, вот эти вот аскеты, монахи, они ведь тоже доказывают, что. Они доказывают, что им вот не нужна такое дополнение, как женщина, им не нужно такое дополнение, как общество. Они уходят куда-то, он аскет, он отшельник, он где-то там в пещере спасается, он один. Конечно же, понятное дело, что он общается с Богом, но тем не менее, вот он как цельность некая, как вот Бог личность и человек такая же личность. То есть, на самом деле, уже даже в христианстве эта идеология присутствует, эта идеология индивидуальности. И мы всегда говорили о том, что вот переход от Ветхого Завета к Новому Завету, как раз и знаменует собой вот переход от вот такой целостности коллектива, который мы видим в Ветхом Завете, как Израиль, общается как целостность перед Богом. И уже в христианстве возникает, каждая отдельная личность общается с Богом. То есть, возникает вот это личное отношение с Богом, индивидуальное отношение с Богом. Спасаются отдельные личности. Вот если мы посмотрим на христианство внимательно, там как бы есть две тенденции. С одной стороны, как бы есть тенденция, опять же, говорить о коллективе, о том, что мы едины в Христе. А с другой стороны, есть тенденция того, что каждая отдельная личность непосредственно общается с Богом, и она спасается как бы в отдельности. Так, казалось бы, лично должна была бы спасаться только в коллективе, ведь только в коллективе она получает целостность. А так получается, что как бы две тенденции к христианству идут как-то параллельно. И, возможно, в этом есть некое родное предзнаменование того, что мы должны узреть в будущем. Что вот это вот движение того, что отдельные люди отъединились от коллектива и попытались стать такими целостностями, это не просто так, да, это не просто, как я говорил, грекопадение, которое надо преодолеть, да, и потом вернуться в некое изначальное такое безгрешное состояние, да, вот, как потом находился Адам. Потому что ведь это движение истории, которое происходит, да, вот было некое адамическое общество, если так можно выразиться, да, вот это такое непорочное, но оно ничего не знало, да, оно не прошло путь опыта, и поэтому оно как бы вот, оно находится в этом неком состоянии вот изначальной нерасчлененности, да, вот такой бессознательной целостности. Вот это адамическое общество распадается на индивиды, в какое-то время двигается и двигается, и оно должно восстановить свою целостность, да, вот этого нового Адама, нового, которым является, в принципе, Христос. Нового Адама оно должно восстановить в неком новом единстве, в котором одновременно присутствуют две тенденции. С одной стороны, каждый человек все-таки теперь чувствует себя личностью, но и тем не менее достигает своей целостности внутри коллектива. То есть коллектив не должен задавить личность, да, не так должно получиться, что вот в будущем обществе, к которому мы стремимся, да, потому что ведь, несмотря на то, что мы, может быть, радуем за то, что каждый отдельный человек, каждая отдельная личность целостна, но ведь мы должны понять, что это не так. То есть на самом деле здесь должны встретиться две тенденции. С одной стороны, вот наша вот эта тенденция замкнуть свою личную целостность, и тенденция, в котором на самом деле этой целостностью по факту является коллектив, да, некое общество. Вот они как-то должны объединиться на неком новом уровне, в котором будет важна и целостность коллектива, и в каком-то отношении вот эта вот частичная целостность, если можно так выразиться, с каждого отдельного человека. То есть человек должен все-таки остаться какой-то вот такой личностью, какой-то индивидуальностью, но на каком-то другом уровне, да, но тем не менее и одновременно признать. Я бы, знаешь, добавил здесь, что именно вот в этом случае, когда удастся на новом уровне, если удастся на новом уровне объединить в общество личности, именно в этом случае, более точно буду сказать, личности получат максимально возможности своего полного раскрытия, своего завершения, своей полноты личности. Понимаешь? Да, это правильно. Потому что личность, если она отъединенная, она может себя реализовать, как показывает практика, только в некоторого рода дерзновении, которые продолжаются дальше. И мы недаром видим, на самом деле, что начали искать вот этого… Ведь что такое индивидуальность? Индивидуальность, в частности, это есть то, что отличается от другой индивидуальности. И когда основные стези были пройдены, когда, в принципе, самые главные проблемы и философии в литературе, и в искусстве были решены, нечего стало как бы предъявлять в качестве вот этой уникальности, в качестве вот этой отличности. И начали искать уже маргинальность, какие-то маргинальные проблемы стали поднимать. Почему? Потому что для того, чтобы обнаруживать каждый раз, что ты не являешься порождением… Таким, как все. Таким, как все не являешься. То есть ты не являешься каким-то дубликатом того или иного деятеля. Искусство, философия, науки, неважно. Некую особенность. Да, ты должен иметь некую особенность, но чтобы ее предъявить, ты должен ее найти, ты должен показать это в виде своей судьбы, в виде своей деятельности, в виде своих открытий каких-то, новшеств. Понимаешь, ты должен это предъявить. И поэтому, в конце концов, вот эта культура и вообще идеология индивидуальности, она привела к тому, что начали искать ее во зле. Потому что все, что связано с добром, исследовали. Все, что там можно было изучить, изучили. И стали говорить о том, что на самом деле человек является индивидуальным, является творцом, именно когда он является злым. Когда он свою волю проявляет во зло. То есть, вот странно, да, например, если взять Бадлера, он, например, видит красоту в гниении, красоту в уничтожении, цветы зла. Ну и там не только Бадлер, Латриамон, и многие как бы уперлись в это. Об этом потом и Батай говорит, да, про литературу и зло. То есть, вот это вот поиск, постоянный поиск и доказательство того, что я являюсь… Ведь надо же доказывать, что я цельность, да, и доказывать это нужно в своей отличности от других индивидуальностей. Ведь тут вот постоянно присутствует вот эта вот неуверенность. А вдруг это не так? А вдруг я на самом деле не нечто, как вот… И вообще, я говорю, идея гениальности, да, вот идея как бы вот своего рода, некого рода гения, да, откуда она берется опять же. Ведь ее же… Это же нужно опять же доказывать за счет того, что ты должен показать, что ты лучше других, да, что ты как бы там более выдающийся. Ведь если бы на самом деле каждый из нас был бы цельностью, ему было бы неважно на самом деле, лучше он другого или не лучше. Вот откуда берется это вообще конкуренция? Потому что если Бог цельность, то ему все равно, что есть другой Бог. Допустим, вот как мы смотрим в греческой мифологии. Вот есть Бог Зевс, есть Бог, это, допустим, Афродита, да, у них просто спекка это или Бог Гера, да, у них разные сферы, они друг с другом не конкурируют. Они просто некие целостность и совершенство. И они спокойно сосуществуют вместе, да, в разных стихиях. Там Бог Зевс в стихии власти, Афродита в стихии красоты, там Гера там в стихии, ну, я не знаю, там, чего там еще, но Гера там. Ну, точно определить сферу Геры, это сейчас… Может быть, стихия рождения, может быть, да. Гера, это же, ну, неважно, да. А личность так не может, она постоянно вот мечется, а ей, потому что ведь нужно свое достоинство доказывать. Она вынуждена как бы выходить и говорить, что я вот такая выдающаяся, я такая вот особенная, у меня вот есть вот такие плоды. Непонятно, как еще можно извратиться, чтобы показать… Заканчивается это, на самом деле, если вдуматься, кризисом и идеологией индивидуальности вообще. Потому что все заканчивается это крахом, вот то, что называется постмодернизмом, да, когда на самом деле мы видим просто вот расщепление, да, то есть мы видим уже, на самом деле, что когда все проблемы в целом были рассмотрены, то осталась только единственная вещь, да, что попытаться из всего многообразия, что присутствует, вот лепить некого рода свои лоскутные контексты, да, из разного, да. То есть как бы мы уже речь ведем о том, что уже невозможно какие-то фундаментальные сферы, да, в которых можно что-то сказать. А возможно теперь только такое скрытое цитирование, да, такое сописание текстов, да, такие… Такая вот текстуальная игра на полях, да, того, что уже произведено культурой. Но нам надо, мы же сейчас как бы все-таки пытаемся этическую проблематику поднимать. Здесь как бы во всем этом я говорю, что просто обнаруживается, что человек не является личностью вот в той идеологии, да, вот, которая, если так можно сказать, началась с эпохи в возрождении и до сих пор как бы пытается вот продвигать себя в культуре. Потому что человек не является такой целостностью, самодостаточностью, человек не является Богом. Нет, но эта идеология, она для своего времени была верна, причем, потому что личность… То есть человек не является Богом потом? Нет, нет. Просто дело в чем, что был период, когда вот из этой аморфной, из этого первобытного стана, из этого общества, как бы, да, выделялись личности. И пока этот процесс шел, пока вот было время, понимаешь, как вот, вот так вот в революции, да, вот сначала приходят нигилисты, чтобы все расчистить, так и тут сначала должны были появиться личности, а потом они уже должны объединиться, а не наоборот, понимаешь. Невозможно было перескочить этот этап. И поэтому для своего времени это была вполне позитивная идеология. Но сейчас, сейчас, да, она зашла, как бы, ее время кончилось. Сейчас должен какой-то новый этап наступить. Вот новый этап, который, я говорю, что он видится в том, что мы должны вернуться, должны вернуться. Мы должны вернуться вот в это состояние, при котором, как бы, человек должен осознать свою, как бы, вот свою, не то, что неполноценность, понимаешь, вот, осознать свою частичность. Дело в том, что, как бы, вот, понимаешь, вот, когда мы говорим, что человек, вот, неполон, мы же не имеем в виду то, что, как бы, вот, что человек неполноценен, мы не так говорим. Понимаешь, вот, когда мы говорим неполон, это означает, что он не может своего сущности... В этой идеологии, которая существует, ему дальше некуда двигаться. Это тоже. А вот эта новая, она дает возможность дальнейшему росту, реализации его творческого потенциала. Я-то имею в виду, прежде всего, что не понять сущность человека, исходя из вот этой вот такой идеологии. Сущность человека, когда ускользает. Если мы говорим о том, что каждый человек целостности, полнота, и сущность его представляет собой вот некую роду возможность быть, да, что вот человек, если, как говорит экзекциализм, некого рода проект, обращенный в будущее и прочее, то тогда мы на самом деле, тогда ускользает сущность человека, что, конечно же, можно себя тешить, да, что человек является Богом. Но по факту, как бы, мы просто теряем и человека, и Бога. Вот в чём проблема. То есть, теряем Бога в том смысле, что человеку не нужен Бог, да, никакой. Что он сам Бог, как бы, вот возникает рода атеизм, и это там пустота, и отчаяние. И человек ведь не становится, ведь от того, что он заявляет, что он Бог, и декларирует это, он с Богом-то ведь не становится. И в человеке пустота. Получается, пустота в человеке, пустота на небе, и в целом, как бы, пустота. Вот в чём проблема. И поэтому это проблема культурная, это проблема социальная. А это, в случае, всё вместе, пустота в человеке, пустота в Боге, отсутствие, как бы, идёт к распаду. Да, это идёт к распаду. Поэтому для того, чтобы вернуть человеку его достоинство, вернуть ему понимание собственной сущности, нужно человеку, как вот учит христианство, как бы, своё дерзновение повернуть в сторону смирения. То есть, на самом деле, как бы, смириться нужно, да, вот, смириться с тем, что наша сущность покоится на нашей принадлежности к некому коллективу и обществу. То есть, почему человек, вообще, стремился, как бы, основывать всё на себе? Понять, что мы не сами по себе. Нет, почему человек хотел основываться на самом себе? Ну, потому что дерзость была стать Богом, понимаешь? Ну, как так, вот, как Ницше пишет? Ну, если бы были бы Боги, пишет Ницше, как бы я бы мог удержаться и не стать Богом? Понимаешь? А, следовательно, Богов нету. Ну, почему такое? Ну, потому что, если бы были бы Боги, как бы я мог удержаться, чтобы Богом не стать? Зачем удержаться? Нет, дело в том, что, ну, это я, что, это же Ницше, он же поэтический философ, его надо понимать всегда немного, так сказать, иносказательно. Речь идёт, здесь же не прямая логика, речь идёт о чём? Что человек, даже в христианстве, стремится обожиться. И вообще говоря, была такая цель, да, человеку стать Богом. Наконец-то человек эту цель, однажды продекларировав, осуществил. Он по факту стал, ну, в смысле, в декларациях, стал Богом. Он сам стал себя называть, как вот в экзистенциализме, Экзистенциализм, я считаю, что экзистенциализм – это, на самом деле, вершина философского понимания того, что такое человек. Ну, что такое человек в своей декларации, да? Потому что экзистенциализм заявляет, что человек является некой возможностью быть, да, некой его рода потенциальностью, да, которая может осуществиться различным способом. Именно поэтому сущность человека, она осуществляется каждый раз, и может осуществлась по-разному. Ведь человек может стать, быть кем угодно, да. Он может стать священником, он может стать просто рабочим, он может стать там атеистом, там, он может стать там… Он даже в наше время, он даже может стать и из мужчины, и женщины, и наоборот. То есть, человек, в принципе, стремится вот к этой свободе, к свободе стать кем угодно. Но, по факту, он этого не может достигнуть И вот сейчас должно возникнуть обратное движение Поиски истинной сущности человека Потому что, когда человек декларирует о том, что он есть возможность быть Ведь он свою сущность, как бы, получается, что он является некой только абстрактной возможностью Ведь при конкретной реализации, ведь эта возможность всегда упирается в эти всякого рода конкретные условия Которые она должна осуществиться Вот откуда вся, говорю, вся истерика культуры индивидуалистической Она именно в том состоит, что как так, почему я не могу быть всем Почему я не весь мир, хотя я чувствую внутри себя, что я бог Почему весь мир не такой, почему он не подчиняется моей воле Почему он, как бы, не является моим миром Откуда вот эта вот рассогласованность Откуда вот эта вот вся ностальгия о каком-то другом мире, который нужно создать Вся эта литература, которая стремится такие миры создавать Во всем этом, говорю, одна и та же тенденция Так вот, если человек все-таки остепенится Если он все-таки станет более смиренным И поймет, на самом деле, что он является членом коллектива и принадлежит коллективу И сущность его базируется на том, что он член коллектива и принадлежит коллективу Тогда возможно, как бы, откроются новые пути И тогда мир опять засветится новыми красками И внутри человека, и вовне, и на небе То есть Бог на небе появится только тогда То есть Бог, на самом деле, это явление коллективное Для одного человека никакой Бог никогда не появится Это только, как бы, человек может остаться наедине с Богом Когда от единицы от коллектива Но, тем не менее, как бы, Бог всегда появляется как Бог коллектива Говорю, там, где двое или трое собранное во имя мое Там и я среди вас Только так И только, конечно, человек, когда один, он тоже с Богом Но только потому, что он все-таки в коллективе И член коллектива какого-то А не так, что вот он отъединился от коллектива Ушел куда-то там в пустыню И якобы он там с Богом Вот в чем проблема, на самом деле Нет, лучше не так сказать Изначально сам по себе человек не может стать человеком Да, не родившись в коллективе Ну тут сложная проблема Без коллектива он и с Богом не встретится Он вообще не останется животным Феноменально, как бы, мы, конечно, встречаем отшельников Которые в пустыне наедине с Богом Что-то там, как бы, умудряются достигнуть каких-то решений Да, только они бы сначала стали людьми Сначала взяли все из общества И с собой туда принесли в эту пустыню И благодаря тому, что все-таки они социально Все-таки принадлежат к этому коллективу И остаются с ним связанными Только в этом отношении они остаются, как бы, людьми И для них есть Бог Тут, видимо, еще дело в том, что у этих всех святых отшельников У них нацеленность-то была на что? Не на то, чтобы какую-то свою индивидуальность выразить А нацеленность была как раз на то, чтобы найти Как бы ты говорил, истину, да, вот сущность человека Понимаешь, да? И вот обращаясь, ну, уже взяв все из общества Всю эту социальность, всю эту вот Ну, как бы, цивилизацию, там, и все остальное Да, весь опыт общества Уйдя в пустыню и ища, как бы, суть человека Не, ну нельзя говорить сущность Надо сказать так Мы можем сущность найти, как ты говоришь Только осуществив ее, какую-нибудь сущность Другими словами, они искали ничем от других отличиться Они искали, что нас может объединить всех Валя, послушай, смотри, мы, как бы, еще раз Я имею в виду, христианские святые становились святыми Не потому, что, еще раз повторю Они искали какую-то свою индивидуальность А потому, что они искали, что нас всех связывает Уже как личности Про сущность человека я еще хотел сказать Что сущность человека, это не такая сущность Которую можно абстрактно найти Можно как-то подумать о том, в чем состоит сущность человека И потом пойти, как бы, ее знать Сущность человека, это всегда осуществление Вот если мне, как человеку, удается осуществить Некоторого рода проект Это я уже просто рассказывал, что такое экзистенциализм То только осуществив этот проект Я тем самым явлю миру, что оказывается человек таков То есть, если святому удается осуществить святую жизнь Это означает, что в принципе человеческая сущность свята Если человеку удается, допустим, осуществить сущность ученого Удается осуществить сущность великого подвижника Путешественника, неважно кого То это означает, что в сущность человека входят Эти вот все возможности Быть путешественником, быть ученым Быть вот этим подвижником Вот о чем идет речь Если какой-нибудь индиец, да, сидя там в медитации Достигает какого-то совершенства То это означает, что и мы тоже этого, в принципе, совершенства можем достичь Мы расширяем границы возможного человеческого Осуществляя эти возможности Это все понятно И это все можно делать в обоих случаях Вот смотри, представь, что у человека есть два вектора Один вектор, когда все его сознание Все его внутреннее бытие Да, внутренняя целостность Нацелена на то, чтобы быть отличным от других А другое дело, когда он ищет, что же нас всех объединяет Это другой вектор Так вот Нас объединяет и сих религиоз, в смысле Бог И в одном, и в другом случае у тебя будут святые Подвижники, путешественники Там и так далее, слышишь? Все эти реализации будут Но, как бы, в зависимости от этого вектора Будет, как бы, разный путь Вот этот путь, когда мы искали Когда люди искали свое индивидуальное Он закончился А вот этот путь еще продолжим Только начинаем Да, я хотел сказать, что он не закончился Вот это как раз другую мысль Я хотел сказать, что этот путь Поиска индивидуальности не был необходимым путем Потому что путь развития общины как целостной Нерасчлененной целостности Он пришел к некому своему логическому завершению И тогда можно было развить только внутри Вот этой целостности организма общины Отдельного рода элементы Теперь эти элементы достигли максимального развития Каждый из нас стал личностью Да, вот, как бы, вот эта целостность Полностью распалась на атомы То есть она, скажем, распалась не в смысле, как бы, исчезновения А в смысле проявления вот этих вот всех граней Да, вот, отдельных структуры Нашего общества Достигло максимального развития этой структуры И теперь надо, как бы, обратно вернуться И вот уже с новой позиции Опять проявить эту целостность Чтобы не обратно вернуться Но, с другой стороны, ведь эта целостность никогда не терялась Распадаясь на эти атомы Проявляя эту индивидуальность Эту структуру Мы тем не менее все не оставались с этой целостностью Только теперь надо, чтобы вот каждый отдельный вот этот вот атом Каждая отдельная индивидуальность Она осознала все-таки свою принадлежность к целостности И в некотором отношении скорректировала свои интенции По отношению к целому По отношению к обществу То есть, что только осознала этого мало Она должна вот как-то слиться на новом уровне в единый организм Да, слиться, как мы и говорили Сознание Только если мы будем базироваться Вот здесь важное замещение На этике справедливости Той, на которой основано понимание человека Как индивидуальности, как целостности, как личности То мы никогда не достигнем вот этого нового вида целостности Должна быть измениться сама этика Что такое этика? Этика – это взаимоотношение людей Которое просто выписано явным образом Ну или там, как бы проговорена Да, в чем она состоит Так вот, должна измениться эта этика Вот этика добра, которую мы обсуждаем Она как раз и нацелена на то Чтобы явить себе Некоторое новое понимание взаимоотношений людей В котором каждый отдельный человек Как бы являет и целостность свою Да, принадлежа обществу И в то же время Указывает на то, что вот он частичен Потому что без общества он ничто То есть вот так, одновременно Как это, как это, диалектика такая хитрая Нельзя утратить личность И личность должна остаться Поскольку она все-таки проявила себя И выяснила, вот, многогранно Что это важно, да И для нас ведь мы не можем теперь остаться С тем завоеванием, да Что каждый из нас отдельности Представляет собой нечто важное и цельное А дальнейшей реализации ты лично Дальнейшее развитие Возможен только на путях Объединения в единый организм Но мы и так объединены Но только мы должны на новом уровне Как-то объединиться Ну да Являет ли собой Как часто мы в единый организм Ты считаешь объединены? Я думаю, да Мы по факту Мы живем в обществе Мы по факту Тогда никакой проблемы и нет Нет, проблема есть состоящая в том Что идеология у нас не такая Идеология у нас состоит в том Что каждый из нас индивидуальность И по факту мы Ну так значит А что произойдет Когда идеология изменится? Ну значит мы Если мы уже объединены в организм Мы всегда были организмом Да, хорошо Изменилась идеология Что дальше произойдет? Ну вот смотри Смотри как это Вот когда мы говорим Например о технике Если мы Наши представления о мире Неправильные Можем ли мы в техническом отношении Быть эффективными? Не можем Потому что мы Если мы грезим О каких-то там Не знаю там Теплороди там Да, или рассуждаем О эбуфире там И пытаемся Подожди А, я понял Мы станем просто Эффективными Станем Более высокоорганизованным организмом Нет, мы станем эффективными Вот Все проблемы общества Состоят в том На самом деле Что идеология Послушай, послушай По сути Эволюция идет таким путем Что Как бы Поставлен Вот тобой вопрос О том Как перейти Как бы Человечество Уже организованным Как организм Который находится На сегодняшнем уровне Который это я писал Более высокой Организации Этого организма Ну слово Высокий Валя Ты опять же Пытаешься морализаторствовать Я же не об этом Почему это морализаторствовать? Ну потому что Организация в эволюционном плане Это не мораль Нет, это все понятно Там какие-то там Я не знаю Колонии Этих самых Допустим В биологическом мире Существуют Эти Как они называются Вот в море Колонии Этих червей Да это не важно Просто рано или поздно Все равно это случится Правильно? Нет Просто Одно дело Колонии одноклеточных А другое дело Многоклеточное Да я все понимаю Просто это когда-нибудь Рано или поздно Случится Какая разница Случится однажды Или нет Вопрос же ведь не так стоит Ты говоришь о том Что мы должны перейти Ну и перейдем И что? Ну вот я тебе говорю Что разница примерно такая Как от колонии Одноклеточных Перейти к многоклеточным Нет Вопрос состоит А возможности Многоклеточного существа По сравнению с одноклеточными Они просто революционируют Да это понятно Но я просто тебе и говорю Что необходимо Однажды перейдем Но что это дает? От того что Как бы необходимо Когда-нибудь к этому перейдем В этом закон природы Что нам это дает? Ну вопрос Что мы все равно Мы с тобой все равно Через 30 Через 40 Через 50 лет умрем И что нам-то Нам на это не наплевать Или на самом деле Что когда-нибудь Все это осуществится без нас Мы с тобой не перейдем Успокойся Я же и говорю Что вопрос этики Состоит не в том Что одна рано или поздно Вот такое идеальное общество В котором люди будут Одновременно и целостными В смысле Своей индивидуальности И целостность Подожди И целостность в смысле Как бы целого Случится Но только нам Что от этого-то? Помечтали и разошли Ну вот и все Но если помечтали и разошли Зачем тогда вообще философствовать? Вопросы состоит в том Что Состоит так устроено О чем оно мечтает То сбывается Нет Вопрос как раз Я-то о чем говорю Что вопрос Этики связан С вопросом о том Как нам сейчас Здесь и сейчас Жить А не о том Что в будущем Каком-то там Ну конечно же Когда-нибудь Рано или поздно Само по себе Все это решится Потому что Эволюция Она ведь Прокладывает себе Дорогу независимо от того Нравится тебе это или нет Ну с точки зрения Этики Надо как раз Вот учредить Такую этику Которая была бы Вот этиком Этикой Ну как-то Как-то уже сказал Откуда вообще Тенденции революционные Всегда проявляющиеся Когда говорят Об идеальном обществе Потому что люди Хотят уже сейчас Ускорить Приблизить Поучаствовать Как-то в этом Идеальном обществе Хотя бы В свой вклад Минимальный нести Отсюда И вот вся Вот эта порывчатость И революционность Которая потом Как бы конечно же Когда уже все разрушено Там Это подхватывается Всякородокорыстными силами Да и там Используется в своих целях Но изначально Как бы Да если брать этот порыв Вот в своей Чистоте Да В своей как бы В своей интенции Да Она нацелена на то Чтобы как-то Поучаствовать Вот в этом Будущем Правильном устроении Общества Слушай Я тебе хочу здесь Возразить И по-моему Это существенное Возражение Вот смотри Почему вот Происходило Со всеми Революциями Которые происходили Да Вот за последние Там несколько столетий Такая проблема Что как бы Их результаты Ну даже если Расхожая фраза Там что Революцию Задумывают Ортодокс Считают фанатики И плодаем Пользоваться Подолки Потому что Это все Революции Были Как раз Вот такие Которые Вели К индивидуализации Каткомизации Общества Понимаешь У них Изначально Был Их горизонт Изначально Был ограничен Им некуда Двигаться Некуда Развиваться Они прошли Большой путь Они вот Все это сделали И как только Горизонт Их заканчивался То естественно Понимаешь Не я думаю Что если посмотреть Нашу Русскую революцию То это не так На самом деле Как раз Понимали На самом деле Что нужно Как-то И индивидуально И коллективно Объединить Нечто гармоничное Но просто Этого не удается Просто Объединить Это С учетом Путем Какого-то Сознательного Да Сознательного Управления Не удается Горизонт Не закончился Просто Еще Она была Слишком Преждевременная Еще Не закончилось Время Индивидуализации Да Вот это Ты правильно Сказал Что как бы Индивидуализация Не дошла До своего предела То есть Мы еще Не было видно На самом деле Что Что Философия Отдельной Индивидуальности Вот в этой личности Есть какой-то изъян Вот этого не было видно Согласен Не было видно Приходят У них Многомиллионная Россия Которая еще Находится В первобытной Общине Крестьянства Этого не было видно У них стадо Буквально Человеческое Этому стаду Надо стать Всем личностям Они пытаются Что-то коллективное Тут продать То есть Сначала Надо бы Полностью Ищерпать Сначала Один проект Чтобы обначать Другой Можно говорить Что там У людей Конкретно Ехала крыша Оттого Что они Не понимали То что Мы сейчас Говорим А Тенденция Они пытаются Создавать Нечто коллективное А у них Процесс Объективный Идет У них Выделяются Личности Вот из этой Крестьянской Орды Первобытной У них Идет Процесс Выделения Личности Совершенно Противоположный Процесс Тому Которая Пытается Получается Потому что Вернулись К этому Коллективизму Бессознательному Коллективная Община Крестьянская Коллективная Община Это на самом Деле Скорее Первобытная Первобытная Коллективизма А не тот Новый Который Должен Образоваться То есть Это скорее Возврат Чем Движение Вперед А на самом Деле Нужно Было Чтобы Она Развалилась На Отдельных Индивидуумов На Отдельные Индивидуальности Прошла какой-то Путь Каждая В отдельности И потом Соединилась На новом Уровне Коллективизм На новом Уровне Личности Вырастают А они Не нужны Ну как Пытаются Все Единственные Подгреби Под одну Гребет Их Режут Эти личности Они опять Режут Потому что Коллективизм Понимается Как одинаковость Потому что Нет Понимания Что Объединять Нужны Личности Личности Просто Вырезаются В Этой Самой Как ее Ну там Много других Всяких Причин Мы пытаемся Как бы Этическую Сторон На вопрос Посмотреть Продолжение следует...